И так, ну что ж, ариарума и маленькие любители покушать и всего того, что покрыто камнем у микрофона, как всегда ваш покажу слуга Мамору, и это великолепная сборочка Майнкрафт Стонблок 3. За кадром, как я люблю это говорить и всегда об этом говорю, произошли кое-какие незначительные в каком-то смысле изменения. Они в частности коснулись наверное только вот этой вот нашей части базы. Я здесь сделал чисто вот такую вот поляночку, в надежде на то, что здесь смогут заспавниться какие-нибудь мобы. Вообще нам в сборке прямым текстом нигде не говорится, что они здесь заспавниться не могут, так что надежда в любом случае у нас должна оставаться. Также у нас здесь есть небольшая фермочка с курицами, которые несут нам яички. Очень медленно, очень мало, но они нам несут, и курицы здесь очень основной и движимый ресурс, так что в любом случае я думаю они нам понадобятся. Также здесь пожалуй я сделал вот такую вот небольшую фермочку. Я высадил здесь фоппер бонсай под ламинарии с ведром воды и вот такой вот саженец с обычной землей, который дает нам по факту только слизи. Хотелось бы больше таких штучек разместить, но и на том спасибо. А здесь у нас растут обычные ламинарии тротник, которые я планирую сейчас использовать. В этой же серии я хотел бы целиком и полностью заняться именно вот этой вот фермой мобов, ее расширением, модернизацией и всем чем тут можно заняться. Для того, чтобы оформилка нормально работала, я здесь материал заменил уже изначально на обычную землю, потому что впоследствии в крафтах нам потребуется именно использовать улучшенную землю, на которой спавн мобов был увеличен. Но об этом попозже. Основным нашим ингредиентом здесь является моб-мешер, который будет именно заниматься убийством всех мобов, которые будут на него попадать. Размещая я его где-то вот здесь вот и наверное вот сюда, вот в этот блок будут скатываться все мобов. Теперь же в этот моб-мешер я должен запихнуть улучшители, которые предварительно скрафтил. Крафт у них до утра же сопростой и здесь их по факту только двое, которые отвечают на убийство и количество лута, которые мы с них будем получать. Также мне потребуют здесь еще несколько вещей, которые нужно будет скрафтить. Первая вещь это Storage Controller, здесь я уже один такой скрафтил и также скрафтил Linking Tool. Для того, чтобы просто протестировать как работает в этой сборочке, неожиданно работает это более чем неожиданно. Storage Controller получаем. Теперь мне нужно сделать большое количество, реально большое количество дерева, переработать его в доски. Из досок сделать сундучки, а из сундучков и обычных досок сделать очень большое количество обычных драйверов 4х4. Теперь мне нужно сделать только Linking Tool, который тоже делается до безобразия просто. И идем все это сейчас размещать сразу после того, как мы отсюда возьмем Basic Item Collector, который мы уже здесь беззаполучили. Благодаря тому, что у нас просто выпал из рандомных сундуков. Сейчас это можно сделать примерно вот таким вот образом. Получается это сейчас захватывается область. При навездении на Basic Item Collector у нас отображается область, где у нас забираются предметы. Теперь же получается все предметы, которые здесь падают, должны автоматом помещаться, только не помещаются. Пока я что-то ума не приложу, как эту систему все запитать. В любом случае, под вот этим мобмейшером должен быть размещен Redstone сигнал, и это достаточно просто. Его мы здесь вот размещаем, и по идее он должен быть запущен. Потом, если что, мы как-нибудь сюда, я уверен, подлезем. И теперь я должен здесь разместить вот таким вот образом дровер, в который я планирую, что будут попадать необходимые нам ресурсы. Пересоединительным инструментом я соединяю этот контроллер с каждым из дроверов. Достаточно все очень не заморочено. Наверное, должно вот эта вот воронка высасывать предметы, но почему она не высасывает, если я вот кидаю предмет? А-а-а-а, я понял! А-а-а-а, я балбес, ребята, а! Почему эта система у нас не захватывает предметы, а все потому, что ей некуда было их складировать. И как только ей появилось, куда эти предметы складировать, она их складирует, и все у нас успешно работает. Как хорошо, что мы разобрались. Теперь я должен эту систему доделать, то есть разместить здесь еще один блок земли и две ступенечки, для того, чтобы это все работало на лучшем виде. А также мы с вами должны будем сейчас придумать систему, по которой все мобы, которые там собираются, вон они нас ждут и дожидаются, попадали бы самостоятельно в моб гриндер, и нам не приходилось бы их туда заманивать. Кстати, вот он, первый опыт пошел, первый убитый моб, и первые ресурсы с этого. Я вас поздравляю, только я боюсь них мусора, таким образом будет много, и придется придумать систему подсортировки этого самого мусора с помощью труб и пустотных коробок. Но это, я думаю, уже потом мы заморачиваемся с этим. Сейчас же моя основная задача сделать так, чтобы мобы попадали в воронку. Для этого нам понадобятся векторные пластины. Эти пластины я должен планомерно разместить таким образом, чтобы они все были направлены в наш моб Мэшер. У них есть специальное векторное направление, и скорость у них до безумия маленькая, я вас понял. По-моему, в предыдущих версиях она была гораздо больше, и ускорить я их могу очень даже легко, заплатив немножко золота. Я на это согласен, давайте сейчас и ускорим, тем более, что сахар и золота у нас уже в наличии имеются. И чтобы сразу долго не бегать, делаем из желтых красные. И это получается финальный апгрейд для этих пластин. Теперь их можно без зазрения совести размещать, только сейчас придется, наверное, разделаться с мобами, которые здесь наспавнились и уже успели выбежать. И когда же всем были убиты мобы, можно без зазрения совести приступать к тому, чтобы размещать эти векторные пластины. И главное самому при этом не умирать. Знаешь же, как мне очень сильно повезло, и тут ровно такое же количество пластин. Оно получилось так само. И вот так как-то работает наша фирма. Теперь останется здесь, наверное, только сделать непрозрачное стекло, но об этом как-то позже. Теперь можно размещать снова, включать вот эту систему, чтобы она крутилась и вращалась. И ждать, когда мобы будут приносить нам долгожданный лут. И на мое удивление, уже лут, который мне нужен, здесь начинает появляться. Эндер перлы. По-моему, мы из них хотели как раз сделать вот этот вот танк, который нам был и необходим. Как замечательно. Делаем улучшенные глаза. Делаем емкость для хранения. А после выкачку экспи. Давайте поставим ее примерно где-то вот здесь вот. И теперь можно без зазрения совести сюда весь экспи отдавать. Теперь здесь получается одно ведро опыта. Этого, наверное, будет маловато. Так что попробуем еще где-нибудь этот опыт пофармить. Я, пожалуй, просто заберу в таком случае весь опыт, который накопилось в печках за все это время. У них же есть система накапливания опыта. Я думаю, никто здесь сильно не обидится, если я так сделаю. И вот у меня уже 48 уровень. И я могу смело его сюда отдавать. Мне нужно всего лишь 4 ведерка. 4 ведра опыта. И все, графт готов. Ведра, пожалуй, пригодятся мне позже. Теперь с помощью этого семечки я должен покормить курицу. Но курица так такового нет. Но есть цыпленок, которого сейчас было бы неплохо именно и накормить. Идем сюда, мой маленький миленький. Будешь кушать у меня травушку. Вот ты и вырос. На. И нам, по факту, нужно было только вот это вот яйцо. Которым сейчас мы и воспользуемся. Для начала, конечно же, не забываем выключить Родстоун сигнал. И яйцом тыкнуть по обычной, надеюсь, земле. И получить как раз вот эту самую землю. Стоять! Куда вы пошли, мои родные? Куда вас так много? Я что понял? Получается просто бешеная скорость мобов при спавне. Я даже не успеваю следить, как они появляются. И они сразу же, буквально у меня на глазах, умудряются умирать. И просто посмотрите, какое бешеное количество с них лута падает. Колчаны разнообразного калибра. Всякие там какие-то слаймболы. Еще куча всего, наверное, будет с ним падать. Им нужно продолжать планомерно отслеживать, наверное, эти моменты. А также нужно не забывать отсюда забирать, наверное, весь опыт, который копится здесь. Иначе, наверное, это может сильно повлиять на FPS в будущем. Но зато лут очень много. И мне это, несомненно, нравится. Но нужно, конечно же, подумать в дальнейшем над сертировкой. И в итоге наша ферма выглядит сейчас вот таким вот образом. Я пытался здесь как-то тестировать. И пришел к выводу, что мне необходимо здесь размещать трубу вместе с сундуком вместо обычного контроллера. Для того, чтобы лишние ресурсы, которые здесь были бы у нас в системе, просто удалялись отсюда. Примерные ресурсы я здесь себе разместил. Даже в некоторых местах улучшил себе контейнеры. А все остальные ресурсы просто можно удалять. Для этого у нас есть такой увлекательный предмет, как трешкен, который легко и сейчас можно будет сделать. Его мы создаем. И вот здесь вот, допустим, размещаем. Получается, у нас здесь сейчас предметы будут выходить из этого сундука и идти постепенно по всем драйверам. Все предметы, которые здесь не могут быть размещены, будут удаляться. По-хорошему, тут можно было бы разместить какие-нибудь небольшие фильтры. Для того, чтобы удалять только те предметы, которые нам нужны. Но я не вижу в этом особой, на самом деле, необходимости. По мере сортировки мне потребовалось также сделать здесь карту для конфигураций. Для того, чтобы правой кнопкой мыши мы могли локать или снимать блокировку с различных драйверов. Для того, чтобы в них не попадали никакие другие ресурсы или предметы. Например, здесь у меня точно уверен, что есть различного рода сундуки. Допустим, я возьму 44 отсюда штучки и точно здесь 0 штук останется. И в случае, если здесь будут какого рода предметы, они точно будут попадать вот сюда вот. Трубы я решил использовать из мода Puppets. Крафт у нее до ужаса простой. И для того, чтобы это все заработало, мне пришлось вот здесь вот, используя ключ, настроить это так. И разместить также здесь стандартный апгрейд для труп, который мне когда-то выпадал на самом деле. Но я вам так скажу, то что и стандартного мне скорости вполне устраивает. Сундук не успевает захламляться. И я думаю, это большой-большой успех. Дальше я хотел заняться тем, чем хотел заняться, по-моему, в предыдущей серии. И успешно забыл об этом. А именно, модом Tinker Construct. Мне потребуется здесь, наверное, сделать небольшую такую систему по выплавке. Для того, чтобы все работало в лучшем виде. Но пока нас требует сделать хиатер и мелтер. Но я так понимаю, этого будет нам маловато. Пожалуй, и поэтому мы сделаем следующее. То есть нам нужно создать вот такую банальную простую схему. Где мы смогли бы металл приплавлять в слитки. И это все загружалось бы в сундук. До ужаса простой крафт. Сейчас мы это все сделаем. Нам останется здесь сделать какую-нибудь пресс-форму для этого. Но это можно сделать легко из песка. Нам потребуется всего одна штучка песка. И пресс-форма готова. И ачивку мы успешно выполняем здесь. Здесь же нам предлагают полноразмерную печку скрасить. Вот ее-то, пожалуй, мы здесь и хотим разместить. Нам потребуется контроллер, для которого в любом случае придется делать ее маленькую. Система, которая должна у нас здесь быть, она должна быть расположена вот таким вот образом. Сейчас мы должны взять немножечко меди. А именно 4 слитка. Все эти 4 слитка здесь мы должны переплавить. И для переплавки у нас здесь уже готов большое количество уголька. И когда же переплавка была успешно готова, мы просто должны залить это вот сюда вот в кейзен. Блок контроллера мы получаем. И эту печку мы тоже успешно разбираем за ненадобностью. И также я должен сделать парочку вот таких вот дрейнов. Пожалуй, пока что 4 штучки. И даже я уверен, что этого будет количеством многовато. Но они нам будут необходимы для того, чтобы выливать всю необходимую нам жидкость. Я не думаю, что печка из тинкера будет пользоваться слишком часто. Поэтому, пожалуй, пока что и буду размещать примерно в этом месте. Каркас для печки 5х5 готов. Теперь мы должны здесь разместить обычный танкер. С жидкостью. Потом сюда вот должны контроллер для печки разместить. И, соответственно, выливатели. Куда это все будет у нас добро выливаться. Раз, два, три, четыре. Ну и, соответственно, достроить эту мультиблочную структуру. Все, она готова. Здесь у нас появился интерфейс и все на свете. Теперь у нас есть, если что, куда это все выливать. Но нам нужно самое основное. Это, наверное, лава. Которая здесь будет необходима. Но пока я не знаю другого способа получения лавы, кроме как с помощью трения. Что очень на самом деле тупо, но куда деваться. Может быть, в скором времени я и найду в сборочке метод, как получать лаву более удобным способом. Четыре вида жидкости есть. И печка готова. Можно даже забирать эти все ачивки, которые мы с этого получили. Дальше по квестам предлагается нам сделать серед стоун. Которую, по идее, мы должны получить, если закинем серед кирпичи вот сюда. А также, если сюда, мы будем закидывать граунд. Но при этом мы будем удваивать количество кирпичей, которые мы здесь бы получали. Но сейчас нам нужны обычные кирпичи. А следом по квестам мне понадобится обычный каблестоун генератор первого тира. Который делали мы с вами еще в первой серии. Его мы сюда закидываем. Получается, серед бликом заливаем. И когда же все завершено, уже все остыло, мы получаем каблестоун генератор второго уровня. Теперь, по идее, мы должны залить его четырьмя блоками железа. Что не очень-то и дешево. Но с нашими объемами этого железа не составляет вообще никакой сложности. Учитывая, какое количество гравия я здесь просеиваю. Но в скором времени, а скорее уже в следующей серии, мне придется, наверное, немножечко переделывать всю эту систему по добыче разнообразных ресурсов. И делать уже что-то новенькое в этом плане. И когда же у нас железо расплавилось. Также мы его без проблем должны залить в этот кейс. Получить с помощью него каблестоун генератор третьего уровня. И поставить на переплавку немножечко золота. И проделать с ним то же самое. Забираем отсюда генератор четвертого уровня. К сожалению, дальше нам не дает пройти небольшой такой нюанс. То, что для того, чтобы переплавить алмазы, нам нужна температура в полторы тысячи Цельсия. И, к сожалению, пока что мы не можем достигнуть этой температуры никак, кроме как прибегая к помощи Блейзродов. Но их, к сожалению, получать мы никак не можем. Поэтому пока что он у нас откладывается в долгий ящик. Но я благодарен, хотя бы мы и такие квесты смогли выполнить. Также я хочу получить вот этот вот напоследок квест, связанный с табличкой. Нужна табличка. Изумруд и Редстоун. Мы получаем структуру. И получается, наверное, где-то ее должен разместить. Или как это должно работать. И эта табличка нам говорит то, что странствующие торговцы здесь теперь не будут спавниться. Ну, что, в принципе, я считаю нормальным, наверное. Учитывая то, что они, наверное, бесполезные у меня. По крайней мере, я не вижу в них никакой необходимости. Итак, мы постепенно дошли к тому, чтобы выполнили квесты в этой главе практически полностью. Оставшиеся до квеста, я думаю, завершим мы уже в следующей серии. Также на протяжении всего этого мне пришлось здесь выполнить еще кучу квестов. Например, вот в связи с этим. Так что я думаю, еще можно будет парочку квестов выполнять. И мы успешно с вами с этим справляемся. Также предлагаю забрать все связанные с этим ачивки, инструменты и все на свете, которые мы здесь с вами получаем. И очень много всего полезного, я вам скажу. Ну, допустим, паксель нам вообще бесполезен, особенно золотые. Но их потом можно будет переплавить. Ну, вот за мануал инженера очень большое спасибо. Хм, также мне дали эндер драйвер. Из них, по идее, мы можем теперь передавать как-то предметы. Только я пока не разобрался. Но в будущем, я думаю, это как-то сыграет свою роль. Я вам скажу то, что мы очень с вами неплохо развились в этой сборочке в этой серии. Построили очень классную фирму мобов. А также немножечко развились в моде. Тингерс Констракт. Надеюсь, дальше только интереснее. Нас ждет автоматизация и добыча разнообразных ресурсов. И куча, куча всего интересного. Ну, а на этом пока что все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было как всегда. Ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся.